Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Специфика центрального района достаточно сложна, ввиду того, что если по странам посмотреть, тут КАМАЗ не проедет, нужно маршруты перестраивать на маленькие машины. За вывоз мусора в августе заплатим меньше, но не все. Как региональный оператор решает проблему утилизации отходов? Пришло указание из Москвы, это ГРЦП. Создать по правообразу подобное такое ГРЦП здесь в области. Танки в Москве и Лебединое озеро по телевизору. Почему 30 лет назад в Новосибирск не стали вводить войска? Хроника Пуча 91-го года. Регистрация прошла, оплата прошла, а дальнейшее действие, сайт висит. Как бы не их вина, а сайт висит. И пришлось ехать по месту выдачи. Серверы не справились с наплывом охотников. Как получить лицензию на утку без огромных очередей? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фотографии переполненных мусорных баков наводнили просторы интернета в начале августа. Новосибирцы жаловались на несвоевременный вывоз. Нередко сложности с вывозом мусора возникают из-за невозможности доступа к объекту. Например, вот узкая арка за моей спиной. Для того, чтобы в нее заехать, мусоровозу приходится даже зеркала боковые складывать. Иначе просто невозможно. Выверенный по миллиметрам заезд уже отработан. Другого доступа во двор нет. Однако это не единственное препятствие на пути многотонной машины. Водителю приходится маневрировать между автомобилями и шлагбаумами. Таких проблемных площадок только в центральном районе около 90 из 540. Сложности есть постоянные. То есть узкие заезды. Это во-первых. Во-вторых, заставлено машинами не проехать. И охрана временами дворота не открывает шлагбаумы. То есть в связи с этим ставится не вывоз. И адрес не забирается. Когда наконец удается подъехать к площадке, приходится вывозить мусора больше. Причем, если баки поднимает машина, то крупногабаритные отходы вгрузят вручную. В центральном районе мегаполиса были и организационные сложности. Проблемы с центральным районом были на протяжении ряда месяцев. Мы очень сложно подходили к этому решению. Но оно было вынужденным. Пришлось заменить подрядную организацию. И как любая смена, она связана с технологическими проблемами, с процессами передачи от одной организации к другой. От услуг предыдущего перевозчика отказались из-за проблем с техникой. Ее было мало, да и та постоянно ломалась. Сейчас же в центральном районе работает 7 новых машин с задней погрузкой и 3 для крупногабаритного мусора. Были пересмотрены полностью логистические цепочки, поскольку специфика центрального района достаточно сложна. Ввиду того, что если по сторонам посмотреть, тут КАМАЗ не проедет. Нужно маршруты перестраивать на маленькие машины. Проблема, как говорит регоператор, сейчас полностью решена. И вывоз мусора будет осуществляться своевременно. А горожане в этом месяце получат платежки с меньшими суммами, чем обычно. По фактам нарушений проведут перерасчет. За время, когда мусор во дворе не вывозили, платить не придется. Екатерина Новгородцева, Алексей Баженов. Новости ОТС. Тем временем, красивейшее место с озером и лесной зоной вокруг жилой комплекс «Радуга Сибири» постепенно превращается в мусорный полигон. Буквально каждый день вдоль прогулочных тропинок жители обнаруживают очередную свалку строительного или бытового мусора. При этом ни фиксация нарушителей на камеру, ни обращение в полицию не помогает. Александр Попов подробнее. Еще недавно здесь были огромные кучи мусора. После нашего сюжета появились запрещающие знаки, ворота и камера наблюдения. Здесь стало значительно чище. Однако с удвоенной силой отходы теперь везут в соседний лес. Каждая прогулка по лесному массиву для геры как проход по минному полю. Мало того, что с шерсти хозяйка снимает десяток клещей, так еще и лапа осматривает стеклом. Гвоздями можно повредить в любом месте. Бегает она, конечно, везде. И по мусоркам, по вот этим, опять же. Здесь же среди развалов строительных отходов идет дорога до железнодорожной станции. К тому же это единственная большая зеленая зона для прогулок жителей сразу двух массивов – Чистой Слободы и Радуги Сибири. Лесным тропом то можно выйти до соседнего жилого комплекса, это пригородный простор. Но на пути мы можем встретить вот такие завалы мусора, которые здесь, я не знаю, годами наиналижат. Хотя это, можно сказать, действительно уголок дикой природы в черте города. Здесь действительно водятся и птицы, и звери, и грибы, и ягоды. То есть мы вот ходим сюда зимой на лыжах кататься, видим действительно следы зверей, заяц, куропатки. Пока ни районные власти, ни правоохранительные органы никак не реагируют на тех, кто машинами вывозит в лесную зону бытовой строительный мусор. Хотя жители уже не раз снимали нарушителей на фото и видео. Даже номера всей округи известны. Я знаю этих лиц, кто валит, как бы мусор строительный. Это те, кто застраивает там рядом либо коттеджи, либо пятерочку, потому что машины стояли возле пятерочки, номера все зафиксированы. В экологии Новосибирск пообещали, что будут ждать обращения жителей для ликвидации свалки. В этом случае регоператор должен зафиксировать нарушения, направить владельцу требования об устранении. В случае, если этого не произойдет, убрать завалы своими силами и предъявить счет собственнику администрации Ленинского района. Александр Попов, Евгений Агеев, Новости ОТС. В этом году школы региона примут 348 тысяч учащихся и около 40 тысяч из них первоклассники. На днях на территории области завершили прием образовательных учреждений к 1 сентября. В этом году на ремонт школ выделили 1 миллиард рублей. До конца декабря в эксплуатацию планируют ввести 14 новых объектов образования. Сегодня на территории региона будет создано более 43 тысяч мест дополнительного образования во всех, без исключения, муниципальных образованиях Новосибирской области. И тем самым это позволит увеличить охват системы дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет. Несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, учеба в регионе начнется с 1 сентября в плановом режиме. Но в случае ухудшения ситуации специалисты не исключают перевод на дистанционное обучение. За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 187 новых случаев заболевания коронавирусом. 112 человек выздоровели. Такие данные приводит оперативный штаб. Специалисты Минздрава оценивают ситуацию как стабильную. По словам замминистра здравоохранения региона Елены Аксеновой, ежесуточное количество заболевших постепенно снижается. Продолжается вакцинация населения. Сегодня в область поступила очередная партия препаратов «Спутник ВИИКО-ВИВАК». Кроме того, Елена Аксенова рассказала о том, как будут действовать специалисты в случае новой волны коронавируса. Опыт трех волн. К сожалению, они разные. Вирус ведет себя по-разному из клинической точки зрения со стороны тяжести. Но основные моменты мы сейчас проговариваем. У нас есть определенный план в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, развертывания коечного фонда. Как мы уже неоднократно говорили, мы в ежедневном режиме мониторируем свободный коечный фонд. На сегодняшний день он держится на 18% свободный коечный фонд. Это допустимая цифра. Как только свободный коечный фонд будет уменьшаться, мы поэтапно будем снова перепрофилировать наши ковидные госпитали. Война за обезнал в новосибирских автобусах продолжается. В редакцию новостей ОТС обратилась женщина с жалобой на перевозчика. Ее с ребенком на руках кондуктор выгнал из автобуса за отсутствие наличных. При этом 18 маршрут официально внесен в реестр мэрии, как один из тех, на котором есть возможность бесконтактной оплаты. Александр Шпак проверил, действительно ли на этом маршруте нарушают закон о правах потребителей. Остановка Тайгинская. Именно тут Марина Клеп с 4-летним Матвеем села в автобус номер 18. Так вышло. В кармане не гроша, зато на карте деньги есть. Обычная ситуация в наши дни. Но вот кондуктор с этим не согласился. Вы не будете проезжать дальше. Остановила автобус, угрожала, материла. Не смутило экипаж и присутствие ребенка. Маленькому Матвею даже пришлось увидеть, как кондуктор ударил маму по руке, когда та снимала происходящее на мобильник. Мне прям было страшно. У меня сердце внутрь застучало. Мальчик до сих пор боится ездить на автобусе. Ведь на этом маршруте высадить могут любого. При том, что в реестре мэрии значится 18-й подключен к безналу. Крупные компании обязаны предоставлять гражданам альтернативный способ оплаты. А значит, отказ от безнала, нарушение закона о правах потребителя. Чтобы установить факт нарушения, наша съемочная группа проверяет первый попавшийся автобус маршрута. Чтобы не спугнуть экипаж, мы прячемся за остановкой. Как только наша цель будет на месте, я надену маскировку. Включу скрытую камеру, спрячу микрофон и начну инспектировать. Но и скрытая камера не пригодилась. С порога отказ. А по карте рассчитаться можно? Почему? Девушка, а почему нельзя рассчитаться безналом? Смотрите, я не снимаюсь. Ну просто давайте попробуем оплатить проезд. Я не хочу на камеру вообще. Так это не хочу или не хочу? Это ваша работа. Ну. У вас есть циферка 1. Вы нажмете, и оплата пройдет. Я не хочу сейчас на камеру ничего делать. Ну как? Потому что я не накрашиваю. Выпусти меня сюда. Факт установлен. Кондуктор не объяснил причину отказа и даже аппарат не показал. Спрятался у водителя и был таков. За объяснением едем в офис фирмы-перевозчика. Директора на месте нет. Но дозвониться до него все же удается. По словам директора компании, договор перевозки они не нарушают. Безнал в нем не прописан. Мол, своими силами оснащаем терминалами. Почти что по доброй воле. Только денег не хватает. Уж больно низкий по городу тариф. А хамство и грубость экипажа. Проблема кадровая. Человеческий фактор. И кроме выговора никак на это не повлиять. Вот только вряд ли все эти обстоятельства освобождают перевозчика от обязанности исполнять федеральный закон. По факту несоблюдения прав потребителей, редакция программы новостей составила заявление в Роспотребнадзор. Марина Клёп, которую кондуктор высадил из автобуса, последует нашему примеру. Александр Шпак, Иван Чижиков, Евгений Павлов. Новости ОТС. Тем временем в микрорайоне Затон запустили новый маршрут. Теперь жители смогут доехать до вокзала Новосибирск главный без пересадок. Тему продолжит Екатерина Радаева. Пушистый водитель встречает первых пассажиров нового маршрута. До этого жители микрорайона Затон могли добраться до правого берега только с пересадками. А до левого лишь до областной больницы. Светлана – первый пассажир. Теперь от дома до дачи будет доезжать напрямую. С пересадками же езжу до лесоперевалки, а потом на автобус на 16-й, который ходит вообще не очень хорошо. А вечером вообще не уедешь, ждешь по 50 минут, по часу. Проблема с недостатком автобусов стояла уже давно. Длинные интервалы между рейсами и постоянные пересадки доставляли неудобства всем жителям микрорайона. Долгое время брать этот маршрут отказывались все перевозчики. Было несколько конкурсов, которые не состоялись, потому что считается, что схема маршрута не совсем рентабельная. Хотя, на мой взгляд, с приростом жителей очередной дом на жилом массиве создается. И должен быть он рентабельный, потому что на правый берег очень нужно жителям уезжать. Новый маршрут пока запустили в тестовом режиме. Сейчас будут смотреть на его заполняемость. От этого во многом зависит дальнейшая судьба рейса. Если будет спрос, то количество машин постепенно увеличат. В данный момент сегодня две единицы. К понедельнику будет больше. Схема нового второго маршрута довольно короткая, поэтому интервалы между машинами не будут большими. Теперь уехать жители смогут на оба берега города. Пожелание, что у них единственный 16 маршрут, который ходит по левому берегу. И они в основном все доезжали до площади Маркса, там пересаживались на метро и потом переезжали в город. Во-первых, это двойная плата, как вы понимаете. А во-вторых, по времени это крайне неудобно. А еще очень много жалоб, над чем мы тоже сейчас работаем, что период ожидания 16 маршрута автобуса очень большой. Стоимость проезда, по мнению перевозчиков, вполне демократичная. Она, как и в 16 автобусе, составляет 25 рублей. Екатерина Радаева, Иван Чижиков. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Заявление Бюро Новосибирского обкома КПСС. Мы не поддерживаем любые призывы к различного рода забастовкам и остановкам работы. Или сообщения из районов. Во всех районах обстановка спокойная, деловая. Это и понятно. У крестьян сейчас свои заботы. Станут ли эти ребята настоящими авиаинженерами, никому пока что знать не суждено. Но им уже приходится использовать настоящие инженерные навыки и знания аэродинамики. Коррида завораживает, понимаете. Вы можете восхищаться, вы можете замереть в ненависти, но вы замрете. Вот смысл того, что здесь есть. Танки в Москве, арест президента в Крыму, тотальный дефицит и непонятная экономическая ситуация в большинстве регионов. Ровно 30 лет назад в Советском Союзе предприняли попытку государственного переворота. 19 августа 1991 года с экранов телевизоров прозвучала аббревиатура ГКЧП. Три дня вся страна жила в подвешенном состоянии. Мой коллега Сергей Толмачев узнал о непосредственных участниках тех событий, что происходило в это время в Новосибирске. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны в катастрофе. Геннадий Янаев, человек, объявивший себя президентом СССР, рассказывает о ведении в стране чрезвычайного положения с целью соблюдения норм социалистической законности. Горбачев арестован в Крыму, дача Ельцина в Подмосковье окружена спецназом. Члены ГКЧП нервничают, руки Янаева трясутся. В Москве уже начались уличные шествия. Вставай, КПСС! Вставай, большевистский октябрь! Иван Индинок, в то время руководитель горсовета Новосибирска. Сегодня рассказывает о том, что тогда было большим секретом. В два часа ночи позвонил мне Леонов Виктор Васильевич. Он тогда был заместителем УМУ. И говорит, я определён дежурным вот так на ночь. Пришло указание из Москвы, это ГКЧП, создать по прообразу и подобию такой же ГКЧП здесь в области. Там должны входить прокурор, силовики и так далее. Я ему говорю, Виктор, не надо ничего создавать. Там уже всё идёт к концу. В Новосибирск войска вводить не пришлось. Хотя люди собирались. Громких лозунгов не было, однако спорили на площадь Ленина до крепоты. Среди предложений почистов были явно популистки. Например, не брать студентов в армию или открыть стратегические склады продовольствия. В стране тотальный дефицит. Я считаю, что сейчас это безобразие. Нет, это безобразие. Бестолковщина это. Надоело уже. Надоело. Цены растут. Выше, выше. Нет, не будет. Нет, не будет. Даже домашний телефон в то время далеко не у всех. А до эпохи интернета ещё дальше. Все смотрели телевизор и жадно читали газеты. Читальный зал областной научной библиотеки. Именно здесь хранятся подшивки старых газет. Советская Сибирь выходит под шапкой кипения страстей и разноголосится мнение. Но тон статей внутри газеты, наоборот, сдержанный. Заявление Бюро Новосибирского обкома КПСС. Мы не поддерживаем любые призывы к различного рода забастовкам и остановкам работы. Или сообщения из районов. Во всех районах обстановка спокойная, деловая. Это и понятно. У крестьян сейчас свои заботы. Александр Моисеев. В те годы репортер новосибирской программы «Зеркало». События 91-го встретил в отпуске на западной границе Советского Союза. Вспоминает, хотя в состав ГКЧП изначально входили силовики, военные их решения не поддерживали. Телевизор, Лебединое озеро. Приятелю, у которого я остановился, офицер-пограничник. Я жил в жилом доме, где живут офицеры погранзаставы пограничного отряда Брестского. У офицеров совершенно спокойно, адекватное, нормальное настроение. Никто никуда не собирался. Не открывать границы, не закрывать границы. Они там, ну и видно было там, выйдешь на балкон, вот она воинская часть, забор. Видно, чем занимаются солдаты. Но они занимались, что называется, штатно. По оценкам историков, именно нейтралитет армии, а потом и братания солдат с демонстрантами на улицах, приводит к очень быстрому краху пучистов. Уже 22-го Горбачев возвращается в Москву, а членов ККЧП отправляют в матросскую тишину. Но уже понятно, прежнего СССР больше не будет. Через несколько месяцев этой страны не станет уже официально. Сергей Толмачев, Андрей Дулепов, Тарас Тарасов. Новости ОТС. Прямо сейчас короткая реклама, а сразу после мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новосибирский хор молодежи и студентов «Сибирь-концерт» приглашает молодежь от 16 лет в хор. Прослушивание состоится 31 августа с 16.00 до 20.00 по адресу улица Селезнева, 46, метро «Березовая роща». Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чеплыгина отмечает 80-летний юбилей. И сегодня один из немногих дней, когда на режимный объект могут попасть обычные новосибирцы. В день открытых дверей сотрудники Сибня показывают гостям крылатые машины и даже помогают смастерить собственную ракету. Подробнее Александр Шпак. Инженеры, конструкторы, сварщики, теоретики и практики самолетостроения сегодня получают награды. Парадокс. Их работа незрелищна. Трудятся в полусекретных бюро и ангарах. То ли дело силачно. По теху гостям силы и мышц сдвигают с места их разработку. 18-тонный турбореактивный Як-40. Чтобы поднять машину в воздух, инженеры и конструкторы прикладывают куда больше усилий интеллектуальных. Сегодня юбилей. Вот уже 80 лет сотрудники Сибниа, силачи мысли разрабатывают летательные аппараты. В ангар, где стоят рабочие машины, никого не пускают. В этот раз исключение. Экскурсия по случаю праздника. Взрослые как дети и дети как взрослые удивленно осматриваются. Маленького Тимофея больше всего очаровал И-16. Где еще можно увидеть рабочий самолет, который воевал в Великую Отечественную? Машину можно потрогать и даже залезть в кабину. Правда, нажимать ничего нельзя. Сибниа открыл свои ангары для мальчишек и девчонок. Чтобы зажечь в них интерес к авиации. Они пришли сами к нам. И это знаковое событие. Есть трудности, в том числе и в отечественном авиастроении. Мы надеемся на молодежь. Смотреть на технику мало. Нужно делать, пока глаза горят и руки чешутся. Тут же действующие инженеры Сибниа в конференц-зале, где обычно презентуют свои наработки, обучают ребят конструировать игрушечные ракеты. У Тимофея получается неплохо. Просто хотел сделать еще свою ракету побольше. Ну, как это. Только с этим крылом. И чтобы полетело в космос. Вот только пока Тимофей еще не определился. Он мечтает стать ракетостроителем или футболистом. Уже понимает, что рано или поздно придется выбирать. Станут ли эти ребята настоящими авиаинженерами, никому пока что знать не суждено. Но им уже приходится использовать настоящие инженерные навыки и знания аэродинамики. Минимальные. Вот для того, чтобы в это чудище полетело, мне необходимо еще два стабилизатора. И наверняка у кого-то из них на этой площадке появится любовь к полету. Александр Шпак, Иван Тижиков, Новости ОТС. Получить лицензию до начала сезона смогут все охотники Новосибирской области. Сегодня специалисты Министерства цифрового развития региона смогли решить проблему, из-за которой несколько дней было невозможно воспользоваться услугами МФЦ. И люди были вынуждены стоять в живой очереди. Подробнее в сюжете моих коллег. Андрей из Новосибирска. Охотник со стажем. И последние годы привык к очень простому оформлению лицензии. Заявка, оплата пошлины, получение документа. Когда подаешь через портал госуслуги, приходит тебе уведомление, что по вашему заявлению требуется оплата. И ты ее можешь провести прямо на сайте госуслуг. С телефона? Можно с телефона, да. По льготе это все платится. Льгота существенная. Через банк 650 рублей. Через госуслуги 455. Но только получить квитанцию, чтобы ее оплатить, охотники не могут несколько дней. Регистрация прошла, оплата прошла. А дальнейшее действие, сайт висит. Как бы не их вина, а сайт висит. И пришлось ехать по месту выдачи. Впрочем, есть и еще одна проблема. Все хотят пострелять не очень далеко от дома. Но тоже не могут. Район, например, который надо, их нет. Ни Кочаневска, ни Новосибирска, их нет. Очереди, конечно, можно избежать, если прийти 29-го на следующий день после начала сезона. Но уважающий себя охотник не может пропустить с первого дня. Это традиция. В заявление нужно вписывать объем будущей дичи и оплачивать, например, голова Тетерева 20 рублей. У меня еще была путевка на Косача, за него было доплатить 100 рублей налогового. Поэтому пришлось идти с Бирбанка платить там сегодня и прийти ногами забрать ее. В областном министерстве цифрового развития пояснили проблема в межведомственном электронном взаимодействии. Из-за массового обращения за разрешениями на охоту в связи с началом сезона возросла нагрузка на информационные системы, в том числе федеральные, которые формируют начисления на оплату госпошлины, а также получают информацию из банков о фактах оплаты. Именно поэтому возникли задержки в выставлении начислений на портале госуслуг и подтверждении фактов оплаты. Сегодня специалисты смогли решить эту проблему. Сайты работают. Получить вожделенное разрешение станет проще. Ксения Петренко, Сергей Толмачев, Евгений Павлов. Новости ОТС. Шесть участков автомобильных трасс отремонтируют в Куйбышевском районе в этом году. Работу ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Тему продолжит Оксана Тимошенко. Алексей Патрушев в Старогребенщиково живет больше десяти лет. За рулем почти каждый день. То на работу, то в магазин. Рассказывает, если летом еще можно проехать спокойно, то осенью и весной сплошная полоса препятствий. В ямах, в лужах невозможно было ездить. Кое-как можно было проехать. Теперь не задумываясь, сел, поехал. Чтобы как следует уплотнить тысячу метров дорожного полотна, 13-тонная машина пройдет здесь не меньше шести раз. Уплотним, мы скринзуем, еще раз уплотним, чтобы она стояла, дорога-то. Участок дороги Абрамова-Старогребенщикова-Осенцево – один из объектов, который попал в программу «Безопасные и качественные дороги». Там проходит школьный автобусный маршрут. Здесь конструкция серьезная для этой дороги. 24 сантиметра щебеночно-песчаной смеси. Еще дня через 2-3 мы закончим покрытие устраивать. Еще две трубы подлежат ремонту. В день укладывали от 800 до 1000 тонн материала. Его запасли еще зимой. Аукцион дорожестроительная организация выиграла в декабре прошлого года. Поэтому к работам на трех участках дорог приступили вовремя. Сегодня проблема с транспортом, с доставкой материала. У нас все на месте. Поэтому угадали спасибо заказчику, что теперь так. Минтранс, Туат. Если и впредь будут таким образом проводиться аукционы, тогда подрядчику будет легче работать. В целом по району благодаря федеральному проекту отремонтируют больше 18 километров дорог на общую сумму свыше 260 миллионов рублей. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Несколько часов назад в Кривеческом музее открыли выставку «Песок и кровь». Экспозиция рассказывает о кориде. Противостояние человека и быка посетители увидели глазами двух великих испанцев – Франциска Гои и Пабло Пикассо. Что за картины привезли в Новосибирск, расскажет Алексей Кудинов. Кориде сегодня относятся по-разному. Для одних это варварское развлечение и истязание животных. Для других – искусство. И даже больше – священный ритуал. Бык в европейской культуре всегда символизировал мужское и божественное начало. Это животное – символ Зевса. Бросающий вызов быку Ториадор противостоит сверхсиле. И значит, он сверхчеловек, супергерой. Корида завораживает, понимаете? Вы можете восхищаться, вы можете замереть в ненависти, но вы замрете. Вот смысл того, что здесь есть. В Кривическом музее показывают более 130 работ, посвященных Кориде. Франсиско Гойе сделал серию афортов «Тавромахия» в 1814-16 годах. Художник любил бой быков и даже изображал самого себя в образе Тореро. Эта серия – откровенная документальная драма. Автор очень точно воспроизводит эпизоды поединков. Для Пикассо важна не историческая достоверность, а глубокий смысл Кориды. В рисунках, сделанных в конце 60-х годов прошлого века, самое важное – символизм происходящего на арене. Пикассо все-таки показывает нам больше эмоциональное и психологическое состояние и Ториадора, и быков, что интересно, потому что это равноправный участник Кориды, и для него больше важно состояние. Ну, во-первых, и изобразительные средства разные. Между художниками прошло практически 200 лет, да, и манера Пикассо и манера Гоя, они абсолютно радикально отличаются. Но воспевание, оно, естественно, есть – воспевание духом, смелостью, силой испанского народа. Афорты Гои и литографии Пикассо, посвященные Кориде, – это большая ценность для любителей искусства. Представленные экземпляры сделаны из подлинных металлических или каменных пластин. Эти работы хранятся в частных коллекциях и в Новосибирске, пробудут только до середины октября. Алексей Кудинов, Сергей Жданов и Константин Менин. Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Новости ОТС. Здравствуйте. Прогноз на 20 августа. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет малооблачно. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Влажность – 57%. Температура ночью – плюс 10-12, днем – плюс 18-20. В последующие двое суток будет пасмурно. Температура воздуха в субботу – плюс 14-16, в воскресенье – плюс 19-21. На этом о погоде все. С вами была Ольга Савельева. Всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok